смотрите сегодня в гражданской обороне холопы бьют челом как подачки путина вылазят боком просящим страна где патриотизм измеряется маразмами технические данные если верить инженерам разработчикам выше чем у тесла так что варь тебе такое илон маск как эйфория от собственного величия косит ряды россиян иностранные военные аташе когда видят этого робота впадают в ступор конфликт в азовском море с весны и российский прикордонник атеры подходить маше в притул до украинских берегин чего на этот раз добивается агрессор российская федерация столкнувшись с актом пиратства обязана нафиг вообще закрыть этот регион для судоходства место первого террориста пусто не бывает а сурков пожелал денису владимировичу успехов на ответственном посту и заверил его в поддержке что поменяется в ордло с назначением новой марионетки из кремля черту проводим здесь вводим миротворцев факты свидетельства доказательства прямо сейчас в гражданской обороне цена путинского благородства уважаемый владимир владимирович как показная помощь российского президента калечит жизни граждан и другие примеры фальшивой помощи путина не переключайтесь мольбы россияна помощи у путина уже стали притчевые языцы путин помоги фраза составлена из маршрута к старом осколе господин президент помогите нам они рассоздают вот этот помпезный образ всемогущего всепомогающего путина и люди в это верят предыдущих митингов мы упрашивали владимира владимировича нам помочь давайте же еще раз вопросе раз два три такое ощущение что столкнувшись какой-либо проблемой граждане сначала молятся богу а когда и это не помогает обращаются к путину как наивысшие инстанции пожалуйста господин путин и все продолжают просить но никто по сути не интересуется выполняются ли эти просьбы если выполняются то какие у этой милости последствия 15 июня семнадцатого года школьник из нефтьюганска задал путину вопросы коррупции показанные посадки на домашний арест не дают как таковых результатов и тем самым употребляете доверия граждан как на данный момент вы решаете эту проблему школьник рассказал как коррупция задела его семью федеральном законе гласится что каждый сотрудник полиции имеет право на выплату субсидий на приобретение жилья собственного за последние пять лет был мы как раз таки выплачены эти денежные средства всего лишь 97 очередь стоит тысячная путин пообещал разобраться в ситуации а за смелость молодого человека отметили ценным подарком получил примерно вот такой вот золотой iphone иронично не правда ли что мальчику задавшему вопросы коррупции взятках подарили золотой iphone еще и с портретом главного виновника тираж таких устройств лимитирована цена 184 тысячи рублей хотя лучше бы дали деньгами это бы пригодилось семье больше спустя год журналисты связались данилой чтобы узнать решил ли президент вопрос с жильем как обещал но в очереди на субсидию на то чтобы купить квартиру они стоят до сих пор и больше того он рассказал что очередь это даже увеличилась то золотым айфоном мальчик рассказал что он пользуется до сих пор вот этим айфоном с портретом президента решение проблемы коррупции и заикаться нечего остались и показные посадки и злостные взяточники показные посадки они в общем-то продолжились у нас до отправился в колонию алексей улюкаев бывший министр экономического развития губернатора никита белых и александр хорошавин так что в этом смысле все осталось как прежде в том что проблемы в россии не решаются нет ничего нового намного хуже когда благородное якобы вмешательство президента только усугубляет проблему самый показательный в этом случае пример со свалкой в балашихе 20 километров от кремля находится огромная свалка самая большая в московской области эти мы всем дышим рвота тошнота постоянно что нам дело в этой ситуации мы не знаем обращение к вам это последняя надежда на все целых 50 лет полигон кучина был главной мусоркой многомиллионной москвы свалка заметно уже из космоса а например на 50 гектаров и приближается к окружающим домам и вот казалось бы спасение уже близко отчаявшийся граждан услышал сам путин вывод мне как представитель этих людей которые живут рядом с этой помойкой скажите когда будет закрыта эта свалка которая жить не дает им и их детям царь сказал бояре исполнили буквально чуть ли не неделя всего с прямой линии прошла именно вот этот мусорный полигон кучина был закрыт но почему-то гражданам дышать лучше не стало и понятно ведь закрытием свалки мусор появляться то не перестал просто сменил прописку часть ушла на мусоросжигательный завод там же неподалеку эти фото с розовым дымом из мзс облетели интернет по мнению токсикологов если из завода выходит розовый дым значит фильтров либо вообще нет либо они в аварийном состоянии когда вонь начинается мы звоним везде включая мчс но когда они выезжают с проверкой завод тут же прекращает работу ветер развеивает это все и проверщики приезжают на приемлемую ситуацию уезжают завод снова включают да и свалка вонять не перестала да мусор туда больше не везут но ведь и старый никуда не делся благополучно продолжает гнить из-за чего выделяется опасный газ метан отравляющий все вокруг сыну 12 лет он ночью уже проснулся со слезами него боль меньше стеклопакет стоит в комнате чем наши у него сильнее пахнет и кричит мама закрой скорее окно круто сыночка окно закрыто будет мало у меня пахнет газом закрой окно я объясняю сын окна закрыты они живут по прогнозу погоды откуда подует к ним ветер оттуда и ждать вони ведь теперь с одной стороны у них закрытая но не убранная свалка с другой перегруженный мусоросжигательный завод через полтора два часа где-то подъезжает машина в чест заходят в квартиру о у вас это формальдегид проветривайте открывайте окно открывает окно закрывает окно чтобы он закрыл окно говорит кучу формальдегид каждый день они находят десятки птичьих тушек а официальные экспертизы трупов и воздуха по их просьбам делать отказываются сначала все началось единичных обращений жителей после этого эти обращения выросли в количестве да мы обращались во все инстанции начиная от администрации города балашихи города риотова уже обращались в аппарат президента в мэрию в росприроднадзор в роспотребнадзор в санэпид станции видимо свою долю президентской помощи они израсходовали когда путин закрыл свалку дальше копите на противогазы сами но и это не все ужасные последствия поспешного закрытия подмосковной свалки после того как путин благородно помог в кавычках жителям балашихи страдать начали жители как минимум еще четырех других городов области ведь тот мусор что не успевали сжечь на заводе в москве везли к ним это три километра представляете большую гугору выезут машину с утра до вечера страшное дело так вместо одной проблемной свалки у россии появилось целых четыре а благотворительность по-путински дала толчок мусорным митингом по всей московской области и что самое главное проблема не решена до сих пор мусор в балашихе так и продолжает гнить а московские отходы все также разбрасывают по области пополняя карту зловонных городов россии вот но все остается в рамках идеологического аспекта хороший царь плохие бояры простую истину что благодетельство в случае с кремлевским царьком работает только по телевизору знают и жители хакасии те самые чьи дома были уничтожены пожаром в 2015 свыше 1200 сгоревших домов около 600 пострадавших погибших 15 человек таковы последствия разрушительных пожаров хакасии помощи погорельцы просили как всегда у верховного перед губернатором поставлена задача все объекты инфраструктуры восстановить все дома построить первому сентября текущего года и они построили только как экскурсию проводят вовсе не счастливые новоселы не заделаны почему-то завезли унитазы они все без крышек и все вот такие вот деформированные косые кривые то есть видимо это целый вагон пришел какой-то не кондиции ванна никакой естественно тут не отделки ничего то ли от того что вода под дом течет то ли еще по какой причине но уже пошел грибок как сдавали новые дома где все держится на частном слове люди не понимают вот кран я ни разу не пользовалась а потом пришла зима и стало еще веселее холод подступает со всех сторон сырость грибок ну просто страшно когда в соседней комнате пошла плесень вот такую дверь поставили нам туда мы еще не успели зайти как она вся сломалась это так знаете вот она чисто символическое дана смотрите обратите внимание во время съемки даже камера запотела а пожаловаться некому ведь по документам жилье новое просто до них не достучаться они не понимают этого потому что они это не испытали а можно своей шкуре все испытали от пожара бегали а сейчас от холода бегаешь при этом топить в доме тоже страшно некачественные материалы легко воспламеняются мама первый раз затопила печку и ушла в дом когда вышла поняла что на веранде дым стоит она не поняла открывает дверь в котельную туда клубы дыма повалили оказалось горит пена который задули щели обычная строительная пена даже не термостойка эти обычная пена снова ирония не правда ли дома восстановленные после пожара воспламеняются еще быстрее чем предыдущие намного эффективнее было бы дать погорельцам денег чтобы они сами построили себе дома но тогда ведь не получилось бы своровать на госпроекте а это не по-путински не по благодетельному нужно ведь не только народу добро сделать но и боярам дать возможность попилить бюджет если вы так по жизни идти то в конечном итоге с долгую всегда выиграешь фальшь благородных на первый взгляд поступков российского президента уже очевидно копилка историй в которых показная благодетельность путина вылезла боком просящим уже переполнена ранее мы уже рассказывали пенсионерки которые вместо справедливого увеличения пенсии и и в отместку еще и урезали неправильно незаконно получали лишние деньги за за то что вам считали в трудовой стаж учебу в вузе а при советском союзе оно было именно так у всех абсолютно и поэтому мы снижаем вам пенсию на 700 рублей я вообще вся больная упала думаю это уже второй раз и о строителях космодрома которые просили выплатить задолженность по зарплате а получили лишь штрафные санкции строитель космодрома восточный который год назад задавал вопрос владимиру путина на прямой линии арестован так может пора россиянам наконец-то встать с колен по-настоящему чтобы помощи просили уже другие страна где патриотизм измеряется маразмами технические данные если верить инженерам разработчикам выше чем у тесла так что ваня тебе такое илон маск как эйфория от собственного величия косит ряды россиян иностранные военные аташе когда видят этого робота впадают в ступор конфликт в азовском море с весны российские прикордонные катары подходят майже в притул до украинских берегов чего на этот раз добивается агрессор российская федерация столкнувшись с актом пиратства обязана нафиг вообще закрыть этот регион для судоходства место первого террориста пусто не бывает сурков пожелал денису владимировичу успехов на ответственном посту и заверил его в поддержке что поменяется в ордло с назначением новой марионетки из кремля черту проводим здесь вводим миротворцев факты свидетельства доказательства прямо сейчас в гражданской обороне смотрите далее в гражданской обороне неугомонный концерн калашников новинка вызвала фурор на выставке армия 2018 что не продукция то ходячий мем народное название игорек новый батончик под названием армия россии на слоган убей перекуси они одобрят как российский народ борется с маразмами надоевшие кремлевской власти сказал чтобы меня срочно уволили олег и чтобы не было меня на завершение в российской армии запахло инновациями по крайней мере именно так утверждают пиарщики международного форума армия 2018 и все вторящие кремлю федеральные каналы первый в мире подводный беспилотник оснащенный автоматическим оружием мы сейчас точно увидели экспонат с военной выставки потому как больше похоже на выставочный экземпляр магазина для взрослых хотя с другой стороны как говорил доктор фрейд иногда сигар и всего лишь сигар и вот это вот плохо летающая конструкция это просто плохо летающие конструкции хотя уж больно похоже и подводный беспилотник точно не единственный выставочный экземпляр который привлек внимание общественности вы меня конечно извините но первый вопрос как вам игорек игоревич вы думаете что норкин снова фамильярничает в своем стиле но нет он задает резонный вопрос редактору военного журнала ведь игорек только вдумайтесь это робот хотя точнее будет сказать а до робла на заднем фоне внушает самое главное что иностранные военные атташе когда видят этого робота впадают в ступор естественно это нормальная реакция современного человека потом хватается за фотокамеру делает многочисленные снимки с разных ракурсов и правильно ведь в такое сложно будет поверить без доказательств а тем временем в мире уже давно ведутся такие разработки за которыми россии точно не угнаться огромный японский робот 4 метра в высоту и весом более 4 тонн пока этот гигант не используется в армии но ученые обещают что совсем скоро он займет достойное место в рядах боевой техники но у концерна калашников и у всех ура патриотов свое мнение о том как должно выглядеть будущее россии она теперь прямиком в будущее совсем недалекое она уже наступила то что вы увидите далее просто за гранью ярая пропагандистка скобеева не унимается и просит анонс следующих воин россии в которых сможет принять участие игорек самом ли деле будут ли будущие войны с участием вот таких машин когда это произойдет что это глупость или элементарная человеческая авось меня не коснется но как видимо уже все человеческое им просто чуждо вот что он может сделать игорек чудесно этот тут попов мог изрядно занервничать не уж то женушка и вовсе зациклилась на теме войны и хочет сменить мужа но нет не дожидаясь ответа она как пулемет калашникова выпаливает второй вопрос если такие и горьки например у американцев в интернете же не могут успокоиться тут игорек произвел настоящий фурор такого количества фото жоп уже давно не было на руси игорек в кокошнике и с караваем игорек в образе игоря николаева по словам остроумных россиян это чудо техники пригодится кремлю только для того чтобы разгонять митинги неугодных и переводить бабушек из отрядов путина через разбитые дороги когда американцы и японцы делают робота они делают робота а русские когда делают робота они пытаются утереть нос американцам и японцам и поэтому получается плохо вот это вот догоняющая история это бич россии давний но не игорьком единым живет концерн калашников создатели автоматов готовы потягаться самим илоном маском концерн калашников презентовал публики электромобиль будущего судя по характеристикам он обещает и кстати они говорили о том что он должен стать конкурентом тесла как тебе такое илон маск электромобиль cv-1 а на самом деле плохо замаскированный и шкомби после тюнинга в каком-то недорогом телешоу очевидно что не хватает определенных элементов отечественного тюнинга таких как четкие на розочка на коробке передач и иконы на панели передней торпедии как это иконы наверняка должны быть от них и завязать и снова мемы и фотожабы рекой полились смешно что в концерне просто уверены что технологии используемые в cv-1 позволит встать в один ряд с мировыми производителями электрокаров такими как тесла и составить им конкуренцию если верить инженерам разработчикам выше чем у тесла так что ваня тебе такое илон маск да теперь мы понимаем зачем кремль так бы хотел запретить интернет в рф просто чтобы люди россии не видели реальных конкурентов автопроме когда им скажем сын подросток говорит такие же тесла еще и вот это он получает подзатыльник и говорит и ему говорят что мы сами можем не хуже и даже лучше россии надо гордиться но самое главное что россия всегда хочет сделать аналог западного продукта заграничный шоколадный батончик сникерс не стал исключением и попал в список вожделенного плагиата теперь шоколадный батончик будет носить гордое имя армия россии человек который съест армию россии он таким образом мистически поглощает тело российской армии и становится ее частью страшновато конечно пробовать как он на вкус но на сувенир я такой батончик себе приобрел директор военторга владимир павлов так прокомментировал события в кондитерском мире я его пробовал тоже и он не объективно понравился более того когда наш военнослужащий подходит к вендинговому аппарату то правильнее чтобы там была продукция российского производителя они американский шоколад автомат по продаже батончиков а то что там стоит мэйден скорее всего китай сделано по чертежам скорее всего американским это ему не приходит в голову тяжело им тяжело хотя каких ноу-хау можно говорить в стране в которой детские площадки находятся за колючей проволокой это омск и его новый аттракцион детская площадка строгого режима привыкай с молоду владельцы же садика утверждает что так они пытались обезопасить и детей и имущество игровой площадки от бесчинств местного населения в россии класс чиновников они же как бы особые они понимают что они особые люди они государевые люди родился у него ребенок и жена говорит надо бы качельку на даче поставить а он где же не видел но может в омске что-то знают ибо как еще препятствовать действиям депутата из поселка краснообск новосибирской области по заданию которого с детской площадки демонтировали качели возможно это взаимосвязанная история что это значит ну возможно там есть депутата за то что жители отстаивают свои права интересно что позже украденные качели обнаружили в дачном поселке в котором зампредседателем правления является тот самый депутат так вы же против вы против да против всего против всего вы выступали против благоустройства как только на площадке пропадают все элементы детской площадки она тут же становится не детской площадкой а возможной парковкой чем угодно и вот такую красоту увидеть так вот оно какое благоустройство по кремлевски если конечно открытие асфальта возле дома можно назвать полноценной инфраструктурой на оставшиеся деньги всем шампанского жить и радоваться малому россияне уже так привыкли но когда у людей забирают и эти крохи жить становится просто невыносимо и ухала дома не видно ни дорога не видно и этот фонарь только освечивает мусорный контейнер это глава района олег дубов с которыми поссорили жители села холмец из-за безграмотно установленного уличного освещения я свою очередь задала от всего народа тоже вопрос чтобы этот фонарь не светил не освещал ночью вот этот участок и начало кладбище а переставили его чтобы освещал магазина почту и автобусная остановка потому там постоянно темно в ответ на замечание олег дубов обматерил всех недовольных назвав мероприятие с планированным минимайданом чтобы сказал мне закрой закрой рот и и не лезь и чтобы я тебя больше никогда нигде не видел ни на одном моем мероприятии месть депутата страшна женщину уволили из магазина а сам он пришел на первый отстаивать свою правоту а можно прокомментируйте прокомментируйте мне все они все достоверно на самом деле подано олег игоревич позвонил моему работодателю и сказал чтобы меня срочно уволили олег чтобы не было меня на завтрашний день нет повода особенно радоваться во всяком случае чиновникам нечем гордиться когда света двадцать первом веке в конце двадцатого нет 30 лет поселках надо открывать очень тихо цвет и уходить чтобы вас не видели и сегодня создается такое впечатление что неважно будешь ли ты открывать кусочек асфальта в россии фонарь или чемпионат по метанию коровьих лепешек главное чтобы а больше народ не мечтал как говорится на кремлевский каравай рот не разевай ежегодный всероссийский турнир веселый коровяк в пермском крае тому доказательства кто-то пьет от болезней и к стуле мы в перми обожаем кидаться говном на этих кадрах люди радуются власти дали им так мало а получили так много когда уже люди откажутся от подобных подачек и проведут всероссийский конкурс по метанию коровьих экскерментов прямо на красной площади может тогда в кремле начнут считаться с мнением своего народа смотрите далее в гражданской обороне новая авантюра кремля что они хотят аннексировать следующем теперь азовское море наше внутреннее это наезд на экономические интересы украины на какой кусок украины положил глаз большой брат мы ожидаем когда поспокойнее будет чтобы атаковать мариуполь прямо сейчас в гражданской обороне аннексировать что-то раз в пару лет видимо стало их дурной привычкой на этот раз загребущая рука кремля потянулась к азовскому морю после открытия моста россия посчитала себя единоличным владельцем керченского пролива теперь азовское море наше внутреннее месседжи которые идут из россии направлены на убеждение ничего особенного не происходит мол керченский мост никоим образом не препятствует движению судов но первые проблемы начались сразу же после открытия в азовское море больше не смогут зайти 144 судна которые заходили в мариупольский порт за последние 2-3 года то есть работали на этом рынке причина высота арки нового моста 35 метров над поверхностью воды сейчас в порт мариуполе не смогут заходить сюда большего габарита чем те которые могут проходить подарками керченского моста это ограничение по длине 160 метров по высоте 33 метра такие ограничения установила министерство транспорта россии при том что ранее это же ведомство сообщало что габариты арок моста обеспечат проход всех типов судов которые ходят по судоходным путям керченского пролива последние десятилетия как обычно это бывает когда имеешь дело с кремлем слова кардинально расходятся с делом ёрничать несложно министерство инфраструктуры ориентировочно оценила убытки украины из-за задержек связанных со строительством в керченском заливе в полмиллиарда гривен в год мы возвращаемся сегодняшний год 70-х увеличивать судовые партии из азовского моря больше стало невозможно на привлекательности порта и на доходности государства и это не предел ведь российским севдобратьям такого издевательства показалось мало и они пошли еще дальше россия усилила контроль или пила даже можно сказать контроль вот в керченском проливе досмотр всех судов с мая российские пограничники развлекаются создавая в керченском проливе пробки из торговых суден каждое судно идущее в украину задерживают для досмотра она использует как говорят специалисты тактику удава полностью не закрывает но постепенно сдавливает скажем так нормальное развитие судоходства и торговли в азовской море создавая тем самым огромные проблемы для украины и угрожая убить торговлю с украинскими морскими портами в азовском море с каждым днем время простое из-за досмотров увеличивается все больше а в эфирах пропагандистских ток-шоу они с видом агнцев божих утверждают что ничего не происходит уровень лицемерия даже сложно измерить байка про их там нет в темниках российских пропагандистов сменилась на мы этого не делали но по факту судна стоят намного дольше положенного времени 148 судов задержаны для досмотра на 88 часов и более грань адекватности они перешагнули когда за неделю с 14 по 21 августа 18 года рф не пропустила из черного моря в украинские порты азовского моря ни одного судна агрессивная частота с которой россия начала проверять украинские суда она уже сама по факту есть нарушением закона потому что это тихая оккупация это блокировка украинской торговли это попытки мешать вести бизнес деятельность на территории украины то есть судовладельцам будет невыгодно и сюда направлять или на таких условиях как они захотят их направлять это не будет выгодно не грузоотправителю не грузополучателю не оператору который будет загружать а сутки задержки сухогруза водоизмещением 60 тысяч тонн между прочим стоят от 18 до 25 тысяч долларов сша и в россии это прекрасно знают для них важно чтобы бизнесы несли убытки чтобы с украины торговать было невыгодно чтобы большие корпорации понимали что в украине нестабильный инвестиционный климат сейчас в кремле оправдывают свои действия якобы вопросами безопасности можно мы досматриваем мало ли кто там вас прячется работа органов фсб россии в керченском проливе обусловлена необходимостью предотвратить проникновение террористов экстремистов и контрабандистов однако в то же время суда которые идут в российские порты азовского моря не досматривают так тщательно как те что идут в украину что же получается россия больше заботится о безопасности украины чем о своей собственной на самом деле никакой безопасности речи понятное дело не идет фсб россии проводили с экипажами беседы спрашивали об участие в а то запрещенном в россии правом секторе кроме того они искали на телах членов экипажей патриотические татуировки и они конечно же начали использовать тактику захвата заложников украинских моряков в качестве заложников теперь понятно почему в эфирах российских зомби тв все чаще проскакивают абсурдные сказки об украинских пиратах российская федерация столкнувшись с актом пиратства обязана нафиг вообще закрыть этот регион для судоходства как связи с наличием пиратов связи с наличием пират а страна и руководство пиратская в самом деле откуда это взялось разве кто-то на кого-то напал почему именно пираты этого никто не объясняет и не объяснит просто пропаганде так нужно море а почему мы там злодействуем опасаемся пиратов гениально точно а как по украински будет ёхо хоя бутылка рома очевидно украинские пираты это новый пропагандистский вымысел который пришел на смену поднадоевших уже кровожадных бандеровцев а если удастся задержать кого-то по надуманным причинам живого пирата покажут и изголодавшемуся по экшену народу эрефии совершенно не исключено что если они найдут кого-то с татуировкой на три зуба может быть они его схватят будут долго мучить и говорить что это собственно был главный пират который в азовском море организовал пиратскую флотилию кроме выдумок про пиратов они запели старую песню они уловимых дрг от которых якобы нужно защищать мост я чё-то путаю или по-моему со стороны украины там зазвучали неоднократные соображения рассуждения взорвать сломать подпилить а мы не знаю так далее мне повторяем это показалось пригрезилось или это все-таки зазвучало неоднократно по такой логике из-за заявлений одного только жириновского проехать на танки по киеву можно было бы вводить военное положение радостная вещь русские танки двигаются на киев но адекватные люди заявления политических фриков серьез не воспринимают в отличие от российских пропагандистов которым только дай на ровном месте скандал раздуть украина продолжает не объявлено диверсионно-террористическую войну против россии крыма и севастополя но вернемся к керченскому мосту фактически это режимный объект при том количестве сотрудников фсб и военных которые круглосуточно следят за ним воображать что туда проберутся какие-то диверсанты просто смешно ровно под обеспечение безопасности например создана морская бригада войск национальной гвардии на которую возложена эта задача рейсидовая лодка не способна незаметно добраться до соответственно крымского моста или крымского перехода то есть если он и упадет то исключительно по вине россии которая построила мост в районе движения тектонических плит и тут уж как говорится совпадение не думаю видимо какая-то опора уже пошатывается раз ватную аудиторию постепенно готовит к тому что он рухнет виноватых ведь нужно подыскать заранее и мифические пираты из бандерштата здесь очень кстати подсказку оператах россия увеличила в азовском море военное присутствие перебросила в акваторию шесть артиллерийских катеров и десантных судов с весны российские прикордонные катеры подходят майже в притул до украинских берегов риа новости уже показывают как тренируются российские пограничники для противостояния с да да в заголовке вполне серьезно указано с украинскими пиратами учебная тревога корабль задержания еще более сюрреалистичную ситуацию сделала переброска из каспийской флотилии в местные воды двух ракетных корветов из числа участвовавших в обстреле ракетами калибр территории сирии в принципе оружие такого типа даже и находясь на каспии вполне могло накрыть любую цель от украинского азовского побережья до киева и дальше понятно что цель передислокации немнимая защита обычный метод запугивания ведь когда эта махина маячит на горизонте украинского пляжа смотрится куда более угрожающе правда формальной причиной всему этому является задержание украины российского корабля так они говорят где наш экипаж норда вы наших взяли в заложники полгода не выпускаете напомним 25 апреля в азовском море задержали крымское рыболовецкое судно норд под флагом российской федерации за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию украины и выезда из нее в рф сразу же заявили о притеснениях русского мира украинский суд сегодня должен определить меру пресечения капитана российского судно норд которого ранее фактически похитили с корабля за время незаконного задержания капитан перенес два сердечных приступа но если вдаться в подробности оказывается что и корабль никакой не российский а отжатый украины во время аннексии да и экипаж задержали не за то что они русские а потому что они граждане украины у которых обнаружились российские паспорта они оказались у вас с российскими паспортами вы их изъяли а для нас являются незаконным а в украине до из заложники а значит как любит выражаться госпожа скобеева все по закону так почему же у империи зла так бомбит эксперты говорят на самом деле разглагольствование судьбе экипажа норда лишь повод надавить на украину азовский кризис этого с одной стороны попытка легитимизации российского крыма украина и второе это такой громкий месседж пустите воду на территорию перу на украину не было бы корабля нашли бы какую-то другую причину как та же страшилка оператах или резко возросшее беспокойство о безопасности моста в общем адекватной сложившуюся в азовском море ситуацию не назовешь и все оправдания россии в этом случае звучат так же абсурдно как и ставшие классическим примером лживости кремля их там нет и нет не было и нет в тот момент когда по крыму открыто расхаживали российские военные ведь очевидно что главная цель россии все та же что и пять лет назад дестабилизировать украину и затормозить наше движение вперед подальше от ядовитого влияния империи зла смотрите далее в гражданской обороне как в москве в воздухе переобулись захарченко убила бомба спрятанная в чебурашку на вывеске а донецк нового батю получил народный совет днр назначил дениса пушилина временно исполняющим обязанности главы республики это гражданская оборона не переключайтесь прошлая неделя стала для кремлевской пропаганды одно из самых сложных за последнее время а все потому что методички в кремле переписывались буквально на коленке а пропагандисты изо всех сил пытались сделать хорошую мину при плохой игре для москвы захарченко был надежным партнером его ценности были близки и понятны именно поэтому украинские спецслужбы в ссу вели за захарченко настоящую охоту прежде всего переобуться пришлось в истории с местом взрыва напомним изначально они мамой клялись что сашу малоросова отправили проведать бабушку в реке авики неуловимые украдиверсанты террористы подозреваемые в покушении на главу республики александра захарченко задержаны на проспекте богдана хмельницкого подозреваемые оказались украинскими диверсантами причем внимание заложив бомбу в потолочный светильник по предварительной информации взрывное устройство было замаскировано под осветительное оборудование но вот же незадача буквально сразу же в люди вылезла неудобная правда хозяином кафе сепар был начальник охраны захарченко а значит чужих людей там быть не могло да что там даже сам басурин ненавязчиво намекнул что захара убрали свои хозяином были люди с ближайшего окружения александр владимирович поэтому я вижу что этот объект он был подвеселен охраной поэтому очень много вопросов понимаете какая неудобная история но в москве по часа фрепу похоже решили ломать через колено и сделали вид что о светильнике внутри здания речь вообще не шла бомбу спрятали в светильнике кафе причем удар был направлен ему подрыв осуществлялся дистанционно запомнили а теперь послушайте свеженькую уже хорошенько продуманную байку захарченко убила бомба спрятанная в чебурашку на вывеске был светильник а стал чебурашка на входе стало известно что взрывное устройство убившие главу днр было смонтировано снаружи заведения понимаете теперь что они делают пытаются переврать историю так чтобы любым способом приплести к ней украину ведь даже самый доверчивый адепт секты путин в виде покрутит пальцем у виска услышав байку о том как агенты сбу якобы пробрались в логово сепаратистов и не торопясь устанавливали там бомбу в светильник взрыв произошел внутри кафе это видно потому как расположены осколки то есть они не во внутрь кафе вылетели стекла изнутри совсем другое дело чебурашка на входе подозреваемых задержали по горячим следам украинские диверсанты которые уже дали признательные показаниями хотя о чем это мы с логикой в этой истории явно не сложилось взять хотя бы ташкента ближайший помощник сельдмаршала и одновременно главный кошелек республики также пострадал во время взрыва и пришел хоронить друга саню в ужасном состоянии по крайней мере визуально так вот если предположить что ташкента действительно подорвали агента сбоу то по всем законам логики в днр его должны были лечить обхаживать как юную нимфу оплота лидер молодежного движения оплот наташа волкова пришла в сознание только на третий день после теракта всегда рассчитывать на мою поддержку на поддержку команды поэтому всегда давай побыстрее на нас и это при том что ташкент в отличие от той же волковой был даже героем нашего времени не больше и не меньше новом выпуске программы герои нашего времени мы поговорим об александре тимофееве министре доходов и сборов днр но вместо бескрайней любви и заботы из москвы на ташкента выливают горы компромата самые ватные зайцы хора марут ровно то о чем в украине говорили еще четыре года назад ташкент это бандит чья бизнес империя построена на отжимах и убийства успешная фирма по словам ее директора попала в поле зрения александра тимофеева министра по доходам и сборам днр вскоре на территорию предприятия явились люди в масках и такая манера вести дела говорит предприниматель характерно для александра тимофеева якобы жертву украдиверсантов мигом снимают с должности вице-премьера российские газеты пестрят разоблачительными заголовками мол мало того что сбежал так еще и 850 миллионов с собой прихватил министр доходов и сборов самопровозглашенной донецкой народной республики александр тимофеев обогатился на 850 миллионов рублей захватив собственность одного из крупнейших агропромышленных предприятий республики колос д в российских каналах моментально один за одним выходят разоблачающие сюжеты помимо колоса д по данным смитим афеев сумел завладеть шахтами имени за сядька и киселева им была присвоена и сеть супермаркетов амстер всюду где руководство менялось насильно предприятия начинали деградировать а их сотрудники испытывать финансовые трудности и глядя на все это так и хочется спросить что же вам раньше мешало озвучить очевидное неужели захар все покрывало фсбшники просто не знали да конечно знали а потому и убили одним выстрелом двух зайцев во первых ликвидировали отыгранную лошадку взрыв был направленный бутылки и фужеры в баре даже не трехнули во вторых вскрыли старый гнайник где ежемесячно пилились десятки миллионов рублей российской помощи в наши источники сообщают также о махинациях с гуманитарной помощью на одном из заседаний чиновник заявлял подчиненным что учет гуманитарки и вовсе мешает ее быстрому распределению в общем все идет к тому что красоваться в белом кителе с дидом на палке ташкент больше не будет и хотя сейчас он старательно торгует лицом вместе с тем же прилепином кремлевские бабки шепчут что по нескольким новоросским телепузикам ташкенту трапезникову и завдовееву плачет если не донецкий подвал то ростовская каталажка сомнительных персонажей никто не станет поддерживать ни в донецкой народной республике не за ее пределами но не зря же люди в масках с отчетливым российским акцентом министерство финансов обыскивали здание министерства финансов днр появились люди в балаклавах которые охраняли нагрянувших аудиторов об этом своем телеграм-канале сообщил депутат днр владислав бердичевский наконец кремлевским сапогом под зад похоже получил и целый министр обороны позывного пони пропаганда долгое время называла главным защитником донецка я здесь нахожусь час за самый дал приказ никому не докладываю чтоб не прилетело а пока бабушки у экранов млели министр кононов успел но пусть будет на защищать внимание более трех десятков машин вы знаете сколько сколько например наш министр обороны кланов подал на регистрацию автомобилей 36 или 38 автомобилей лично его которым подал на регистрацию в органы госавтоинспекции и это не считая юной алины которая за поездки на пони получала боевые медали теперь же красавица явно воспользуется губа закаточной машинкой если конечно вовремя не перехватит какого-нибудь из пушилинской гвардии в донецке сегодня народный совет днр назначил дениса пушилина временно исполняющим обязанности главы республики да да вы все верно поняли место торговца курочкой занял жулик разводила тот самый бывший ммм щик лично меня как и многих остальных мучает такой вопрос что для вас момент на самом деле вот не в рекламе а в жизни прокуратура внезапно обнаружила нарушение закона в назначении трапезникова по мнению генпрокуратуры с чем согласились депутаты народного совета днр дмитрий трапезников исполнял свои обязанности незаконно да если пушили годиков шесть назад сказали что он до до главы республики дорастет он бы никогда не поверил с другой стороны этому жуку нужно отдать должное из всех пауков банки картонный пушилин оказался самым хитрым по крайней мере пока первую очередь хотелось бы поблагодарить народный совет депутатов которые позволили сегодня своим голосованием сохранить нормы конституции а это в свою очередь позволяет нам поддержать и продолжить курс александра владимировича и хотя этот мешок с гуманитаркой пока еще будет рулить с приставкой и о нет никаких сомнений что 11 ноября на выборах в ирляндии кураторы будут легализировать именно эту лошадку вероятностью 99 процентов можно предсказать победу дениса пушина в днр и леонида пасечника в лнр в парламентах республик получат большинство их сторонники не до выбора эти кстати полностью противоречит минским соглашением и устраивая их кремль пытается надавить на украину заставив быть позговорчивей поэтому эскалацию на фронте исключать все же нельзя а расчет исключительно на российскую и недороскую публику который в условиях экономического кризиса и массовой нищеты снова дарят надежду вот послушайте ничего не напоминает выборы в днр прямой курс на признание россии республик донбасса а признание республик россии мы слышим ровно каждый год а на выходе выходит исконно русский кукиш да что там вот вам свежий затулин которому похоже забыли занести нужную методичку константин затулин назвал донбасс недостаточно русским для признания его независимостью но бабушка мой экранов как авангарда русского мира конечно хочется верить в лучшее и быстро забыв о первом пацане всей шахтерской птицефабрики они с умилением слушают разводилу ммм щека которому похоже не дают спать лавры некого сами наши деды защитили наш донбасс однако уже 2014 году над нами нависла новая угроза нацистская украина но как и наши предки мы встали и одержали ту важную историческую победу войну мы ребята мы выиграли духовно да вы что еще один победитель да захватчик ртом прилепин то с казаковым сбежали а спичрайтеры остались прежние но мы бы на месте дениски не особо радовались ну хотя бы потому что в молодых республиках начальство живет хорошо но недолго поэтому пока и о главы земельку себе элитную точно можно присмотреть например на мушкетово отличная инвестиция для очередной марионетки кремля марионетки кремля марионетки кремля